Добрый день дорогие друзья, уважаемые подписчики, с вами компания Кровмонтаж и я Мороз Алексей. Представляю вам новый объект, который находится в Коммунарке, в Новой Москве. Мы здесь будем делать нашу любимую фальцевую кровлю из матового Пурала. Буду знакомиться с объектом и что нам предстоит сделать. Тропильная система сделана основательно, из клееного бруса. Клиент, видимо, хотел здесь безопорную крышу, иначе для такого пролета здесь требуется дополнительное усиление. Но вот такой массивный клееный брус решает эту проблему. В целом, не считая мелких огрехов, сделано неплохо и качественно. Кровля, в принципе, по конструкции она несложная. Пологий угол наклона, фальцевая кровля идеальный вариант для данной кровли. Здесь на этой кровле будет подвесная водосточная система. Кровля будет мансардная. Утепление кровли делать будем не мы. В нашу задачу входит обшивка четырех дымоходов. И усложняется это тем, что одну сторону дымохода клиент хочет сделать съемную. Будет вкладываться сюда вентиляция. Специалистам по вентиляции нужно туда добираться. Подготовку, обрешетки, плотницких работ, монтаж гидроизоляции делали не мы. Приходим уже на готовую крышу. Мы обязательно проверяем ровность всех поверхностей и соответствие технологий. На первый взгляд, сделано здесь технологично все правильно. Гидроизоляционная мембрана для однослойной системы вентиляции. Здесь дельта вент N. Тыки все проклеены. Зазор для контрабрешетки для вентиляции кровли более чем. Но поставили оцинкованный уголок, но не продумали, потому что металл должен заходить под гидроизоляцию. Вот здесь нестыковка. Будет видна вот эта полоска. Здесь надо додумывать, как-то исхитряться, чтобы этой полоски не было видно. Я не знаю, если оператор сможет сейчас снять. Здесь есть провал ямы. Это обязательно ровнять. Одни работу сдают, получили деньги, уехали. Приходят новые специалисты и говорят, вот хозяин, здесь надо переделывать. Это дополнительные отраты. Тем не менее, это работа. Это время и работа. Так, посмотрим, что здесь. Здесь у нас, друзья, отвесная стена. Вентиляция будет в этом узле. Фальцевый металл мы будем поднимать до сих пор. Тут тоже требуют переделки. Вот эти бруски, вот эту обрешетку нужно по 5 сантиметров выдвинуть в обе стороны. Здесь нужно отравнять. В одной плоскости все эти вещи должны быть. Может, забыли люди сделать. Эти места должны быть более четкие, идеально ровные. Но в целом неплохо. Мы общались с клиентом. Все деревянные детали хочет обвернуть в металл. Но, как видите, ступенька перепад. Карниз у нас в одной плоскости. Клиент должен принять решение. Клюнул тот край балки на лобовой доске. Он пошел как бы вверх. Если сейчас это еще не бросается в глаза, но когда будут ровные линии нашего металла, сразу все станет видно. У тебя по звуку нет ветра? Ну вот, приехала машина из Балабаново, Калужской области. В ней расположен завод руки. Смотрим. Руки RR23 серый цвет. Пуралмат. Начинаем разгрузку. Автоблик. Манипулятор. Здесь, на этом доме, будет самая надежная кровля фальцевая. И сделает ее компания Кровмонтаж. Длина наших скатов кровли очень длинная. Порядка 13 метров. И поднять прокатанные панели такой длины, не поломав их, не согнув, очень сложно. Поэтому мы делаем полозья из дерева, чтобы со станка готовая продукция, фальцевая панель, выезжала сразу на кровлю. Ну что, начнем катать металл. Ребят, давай. Ребят, давай. Ребят, давай. Ребят, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самая важная часть на фальцевой кровле это примыкание к вентиляционным шахтам, к стенам, к фронтонам и так далее. Простые участки, нет ничего сложного, заворачивать замки, укладывать. Перед изготовлением обжима одинарного лежачего фальца мы клеим специальную герметизирующую ленту на битумной основе. Сейчас мастер снял защитную пленку и сейчас будет производиться подводка металла. Размеряется и специальными щипцами будет подводиться под этот замок. Для пущей уверенности мы проклеиваем тоже специальным битумным скотчем. Дополнительная страховка не помешает. Шансов проскочить под такой замок у воды нет. Простукивать эти элементы нужно обязательно полиуретановой кьянкой, не молотком, дабы не сдирать краску. Крашенный металл, конечно, должен стоять долго. Ну а там, где бывают мелкие сколы или царапины, что в принципе допустимо, мы подкрашиваем специальной краской корректором. Заваливается. Ну что, прошло каких-то 2,5 недели. Появились результаты работы нашей компании. Мне всегда интересна фальцевая кровля. Нужно стараться брать что-то новое. Предела совершенства нет. Как известно, вентиляция кровли мансардной происходит на коньке. Но здесь кровля конек не имеет. Здесь есть парапет. И вентиляция скрыта в самом парапете. Пойдемте посмотрим более детально. Наши мастера из целого листа подводили подводку к этому парапету. И вентиляция кровли происходит здесь. Здесь есть сеточка под кровлей. Теплый воздух стремится и вентилируется в этом месте. Также с этой стороны. За счет таких компенсаторов из полипропилена нарезаем трубки. И длинными саморезами это прихватывает. За счет компенсаторов линия, она жесткая. Вентиляционный зазор имеется. И под рукой, я даже чувствую, сквозняк гуляет. Вентиляция кровли работает. А этот парапет сверху мы решили просто фальцевыми панелями покрыть на двойной замок. Здесь исполнен капельник. Вода будет стекать на обе стороны. Здесь подводка на один замок. Все одинарные замки обязательно проклеиваются к герленте. Давайте посмотрим вот этот серьезный узел. Он имеет двойную сторону примыкания. Здесь нет разрезов. Наши мастера сделали двойную складку. Подводка выполнена без разрыва. Покрытие стали, крашеное, не нарушено. Выполнено неплохо. Классический дымоход в середине ската. Понятно, что вода или снег, она на ровных скатах стекает вниз. Здесь она будет задерживаться и попадать сюда, и обтекать с двух сторон. Технология фальцевой кровли закрывается, как консервная банка. И при этом еще нужно сделать аккуратно. Не испортить, поцарапать сам металл. Потому что много ручной работы. Как я уже говорил, все дымоходы должны быть с доступом. Сложная система вентиляции здесь. И во все дымоходы нужно оставить доступ вентиляционщиков. Ну, в общем, попросили одна сторона, чтобы у нас была разборная. Мы не дожали замки. В эту сторону еще можно снять и попасть внутрь короба. Мы накрыли вот этими временными заглушками, чтобы просто туда не лил дождь, осадки. Это потом можно снять, и уже будут здесь либо кованые флюгарки. Это уже решать самому клиенту. Устанавливаем мы двойную защиту снегозадержания для фальцевой кровли. Мы разделили наш скат пополам, чтобы разгрузить все-таки пологая крыша. Снега будет много. Снегозадержания для фальцевой кровли устроены таким образом. Есть кронштейны, есть трубки, которые через них проходят. Но задача кронштейнов стоять жестко, держать на себе снеговую нагрузку, но в то же время не продырявить кровельную старь. Поэтому они имеют принцип тисков. Гайками с болтами обжимаются на этом замке, впиваясь в него. Трубки между собой крепятся болтами. Очень крепкая и надежная конструкция. Крепятся на краю боковые планки. Они обжимают вот этот крайний лист и крепятся к фронтонному свесу кровли. Водосточная система. Мы устанавливали здесь аквасистем 150 мм в диаметре. На длинные крюки между ряде 500 мм. Продых исполнен под водосточкой, где сеточка. Вот здесь будет дышать нашей кровлей. Надеюсь, наше видео было интересно, познавательно для вас. Смотрите наш канал, ставьте лайки. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока!